Пятерых пассажиров Андрей подобрал ночью в центре Вологды. Молодые люди уговорили взять их всех и объяснили, нужно срочно доехать до друзей, которые застряли в районе деревни Марфина. Когда машина свернула на проселочную дорогу, Андрея попросили остановиться. Я остановился, сидевший рядом, повернулся ко мне и спросил так уже нагло, ты понимаешь, что здесь происходит? Я на этот момент уже понял, что всё попало. С нетрезвыми пассажирами ночью в глухом загородном лесу. Деньги и телефон Андрей отдал сразу, но нападавшим этого показалось мало. Молодого человека вытащили из машины и принялись избивать бейсбольными битами. Этими же битами выбили заднее стекло. Потом таксиста бросили в багажник, и машина поехала обратно в город. Андрей вспоминает, надеялся только на то, что автомобиль остановят на посту в Майском. Когда мы подъехали в поселку Майский, сидевший за рулем человек сбавил скорость, чтобы его не остановили. И его не остановили. Я понял, что единственный вариант выбраться – это на ходу выпрыгнуть из машины, что я, собственно, и сделал. Потом вскочил, побежал к сотрудникам ДПС, закричал, что меня ограбили. Они не стали ничего не спрашивать, ничего. То есть, очень так оперативно сработали, сразу прыгнули в машину, я залез к ним. Уже погнались за вот этими товарищами. Угонщиков удалось задержать. По приказу сотрудников милиции на Клубова перекрыли переезд. Андрей отделался легкими ушибами, как и еще четверо его коллег. Последнее из нападений на таксиста произошло на днях, всего в нескольких километрах от Вологды. На этой дороге вчерашней ночью могла бы разыграться трагедия. Трое молодых людей неожиданно напали на везшего их таксиста. Угрожая водителю ножом и отверткой, они потребовали у него деньги и документы. Таксиста спасла хорошая реакция. По рации он успел кинуть сигнал о помощи. И нападавшие, испугавшись, и сейчас сюда приедут десятки машин, бросились бежать. Нападавших задержали этой же ночью. Молодые люди оказались нетрезвыми и ранее судимыми. По словам сотрудников правоохранительных органов, это и есть основной портрет преступника. И таких пассажиров лучше на борт не брать. Господа, значит, знаете о том, что у нас участились случаи нападения. Поэтому прошу вас, каждого, провести работу в своей бригаде. И чтобы особый контроль, ребята обращали внимание на тех людей, которых перевозят. Пассажиров на улице брать с осторожностью – это первое. Второе – освежить в памяти каждого водителя сигнал бедствия. Разговор об этом теперь на каждой утренней планерке с бригадирами. Взаимовыручка – это, по сути, единственное, на что могут надеяться таксисты. Водители, которые чувствуют угрозу, кричит, потому что три восьмерки у нас, естественный вызов. И собираются все, кто ближе, самые близкие, все едут, едут из центра в любую точку города. Заказы в это время не отдаются, пока оператор не услышит отбой восьмерки. Эта схема отработана годами и спасла уже не одну жизнь. По словам Сергея, на тревожный адрес могут прибыть разом несколько десятков машин. А вот предметов самообороны с собой практически никто не возит. Как объясняют водители, на оружие требуется разрешение, а воспользоваться им можно и не успеть. Быстрее удастся дотянуться до рации и надеяться, что к тебе уже через минуту придет помощь. Об отказе речи не идет, ведь сегодня помогаешь ты, а завтра помощь может потребоваться тебе. У нас, наверное, нет такого, мы все, наверное, друг другу помогаем. Там мы, кто ближе, так все приезжают. Людмила Малинина, Василий Попорин, Новости Вологды.